В год педагога и наставника День Учителя – праздник особый. И не только для самих представителей профессии. Кстати, изначально их чествовали в первое воскресенье октября. Но с 1994 года датой праздника установили 5 октября. Я училась в сельской школе. И у меня учительница была Екатерина Захаровна. Ну, сейчас ее уже, наверное, нет в живых. Но она очень хорошая учительница. Очень хорошее влияние оказала. Ну, конечно, учителя, они же воспитывают нас. Не только родители, но учителя какой-то вкладывают в нас. Знания, жизненный опыт и любовь – основные составляющие воспитания. У каждого своя история, свои эпизоды из школьной жизни. Иногда это даже семейная история со всей ее строгостью. Отец преподавал историю. В пятом классе предупредил. Готовься, завтра спрошу. Что готовиться? Я с похвальным листом закончил четвертый класс. Вроде все прочитал. Почитал еще раз. И хожу на урок. Отвечаю. Нормально отвечаю. Садись два. И ходит домой весь нервный. Другому поставил бы четыре. Тебе не могу, сын. Воспоминания о своей первой учительнице у большинства людей остаются в памяти навсегда. В основном позитивные. Будучи в старших классах, мы все равно приглашали ее с нами в походы ходить. Она же нас научила ежей ловить и кушать их. Что мы с удовольствием делали. Вы не думайте ни таких морских ежей, колючих. В год педагога и наставника в Рязани появился педагогический сквер. Сегодня здесь вовсю кипит работа. Закончить обещают уже в следующем году. В центре нового места отдыха горожан установят памятник педагогу по проекту скульптора Олега Седова. Композиция будет состоять из двух частей. Фигуры учителя и стопки книг, на которой сидит пеликан с птенцами. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».